Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Эльда Рафиков, сурдоперевод Джандоса Адилова. И в начале выпуска коротко о главном. Владельцы ресторанов, несущие убытки, требуют разрешить им работать без ограничений. Сегодня они собрались перед Акиматом и озвучили свои проблемы. Никак не доведут до ума. Жители семьи недовольны состоянием единственной в левобережье площади Мухтара Ауэзова. В семье задержан серийный скотократ. С конца прошлого года по настоящее время мужчина похитил в земле лошади. Общий ущерб оценен в 3 с лишним миллиона тенге. За прошедшие сутки в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции. Из них 177 случаев с симптомами и 60 без симптомов. Кроме того, в течение дня было зарегистрировано 7 случаев, не диагностированные COVID-19, то есть пневмонии. Два случая выявлено в Шимонайхинском районе, 5 случаев в Усть-Каменогорске. Из 237 новых случаев коронавирусной инфекции в семье зарегистрировано 40. У 19 из них есть симптомы, а у 21 нет. Темп прироста по области за сутки составил 2%. Количество коек в инфекционных и провизорных больницах составляет 18,6%. В связи с выздоровлением 49 пациентов были выписаны, а 5 бессимптомных носителей вируса помещены на карантин. Перед городским Акиматом собрались собственники ресторанов и кафе, которые лишились дохода в связи с карантинными ограничениями. Они просили исключить требования, предъявленные ресторанному бизнесу. Предприниматели, которые зарабатывают на жизнь, организовывая банкеты, заявили, что они лишились дохода и оказались в больших долгах. Младельцы ресторанов, чья работа простаивает уже 8 месяцев, собрались перед городским Акиматом с требованием разрешить им открыть свои заведения. Бизнесмены высказались против действующих ограничений. Они отмечают, что с начала карантина их ситуация сильно осложнилась. Сейчас нечем платить даже за коммунальные услуги, говорят они. Чтобы их долги не выросли, некоторые из них были вынуждены оформить кредит. Все мы сейчас безработные. У нас нет основного источника дохода, потому что мы не работаем. Необходимо оплачивать комуслуги, отопление, кредиты. Но у нас нет даже на это денег. Поэтому месяц назад мы взяли кредит и закрыли долги. И вот снова пришла квитанция за отопление и комуслуги. Что нам делать, чтобы заплатить за это? Еще раз взять кредит? А как его оплачивать? Нам не дают разрешения на работу, чтобы мы могли оплатить за все это. Поэтому мы пришли с требованием открыть наши рестораны и начать работать. Среди желающих есть не только предприниматели, но и другие представители инвент-бизнеса, то есть организаторы банкетов. Карантинные ограничения лишили нас доходов. В один голос твердят собравшиеся. Электроэнергию надо заплатить? Надо. Вывоз мусора надо заплатить? Надо. Уголь, дрова? Надо. Питаться, как-то одеваться надо. Кредиты надо. А на это нам все надо, просто нет денег. Пожалуйста, помогите. Можно нам работать хотя бы мелкие праздники? Нам, ведущим, музыкантам, если ресторанам разрешено 50%, давайте как-то рассмотрим, чтобы тоже одобрили, чтобы мы могли работать. На днях предприниматели встретились с Акимом города Ермаком Салимовым и исполняющим обязанности руководителя областного департамента контроля качества, безопасности товаров и услуг Толгатом Тунгушпаевым, где предложили упростить требования к кафе и ресторанам. Однако их требования не были удовлетворены в связи с нестабильной эпид-ситуацией в регионе. По новому постановлению главного санитарного врача области, которое вышло накануне, ограничения остались в силе. Соответствующие решения приняты на основе эпид-ситуации в городе, отметили специалисты. Их основные требования заключаются в том, чтобы мы продлили рабочее время по субботам и воскресеньям. Но основная причина заключается в том, что люди в эти дни массово собираются в заведениях. Это способствует распространению инфекции, поэтому были применены ограничительные меры. Сегодня предприниматели высказали несколько предложений. Предложили перенести ограничения с выходных дней на другие рабочие дни. Мы приняли их предложения и обязательно озвучим их нашему руководству. Согласно новому постановлению, деятельность ресторанов и кафе не была полностью приостановлена. Кроме субботы и воскресенья можно работать, соблюдая утвержденные санитарные правила. Не допускается проведение только массовых мероприятий и торжеств коллективных памятных мероприятий. Как будет решаться дальше проблема представителей бизнеса, которые выразили свои недовольства, пока неизвестно. Саулия Байгалиева, Бахт Кульказес, Бердбек Хармбай, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». Известный Палуан, директор колледжа Айбек Нагмаров, понесет ответственность за участие в пышном торжестве. Напомним, в одном из ресторанов города состоялась пышная свадьба, на которой присутствовал известный борец. Эта новость стала самой обсуждаемой за последние два дня. Управление образования области прокомментировала инцидент. Как сообщила руководитель управления Сайрангульжа Мадилова, вопрос сохранения здоровья студентов и сотрудников в этот нелегкий период является самым важным и обсуждаемым. На каждом совещании регулярно проводимым управлением образования с руководством колледжей. В этих условиях директор, который является примером для всех своих работников и учащихся, сам нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Айбек Серкполула в данный момент находится в отпуске. По выходу из отпуска будет рассмотрен вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении. Рейдовые мероприятия в общественном транспорте продолжаются. Сегодня члены мониторинговой группы выявили нарушителей. Среди них были и несовершеннолетние граждане. На первый раз лица, не достигшие 18 лет, были предупреждены, а также поставлены в известность их родители. Другие же нарушители санитарных требований написали объяснительный и получили административный штраф. В семье введен карантинный режим согласно постановлению главного санитарного врача области. В масках быть необходимо, поэтому проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима. К сожалению, нарушители санитарного режима есть, и их немало. К примеру, данная гражданка осознанно находилась в автобусе без защитной маски, но пройти с сотрудниками полиции для составления протокола отказывалась. Девушка написала объяснительную, но протокол все же составили по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наказание в виде штрафа. Как отмечают водители автобусов, они стараются не запускать пассажиров без масок, но не успевают за всеми уследить. Среди нарушителей были и несовершеннолетние граждане. Так как они находились без взрослых, сотрудники полиции провели с ними только разъяснительную беседу. Закрываем. Маск нужны. Хорошо. Люди должны понимать, что ношение маски – это не прихоть кого-либо. Это необходимо для того, чтобы как можно максимально сохранить здоровье населения. С марта месяца, когда началась коронавирусная инфекция, был объявлен карантинный режим. Мы проводили различные разъяснительные работы. На сегодняшний день мы следим за тем, чтобы требования выполнялись. Люди все знают о необходимости ношения масок. Но все же встречаются и те, кто не соблюдает санитарные требования. Вы видели людей, сидящих в общественных местах без масок. Те, кто не соблюдает, установленные правила будут оштрафованы. К сожалению, некоторые горожане надевают маски только при виде сотрудников полиции. В постановлении также говорится об обязательном ношении масок водителями и кондукторами. Члены мониторинговой группы напоминают, что за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф без предупреждения. На сегодняшний день за неношение масок составлено уже более 100 административных дел. Бакатгуль Казес, Аслан Ерцепаев, телеканал «Семей». В областном управлении здравоохранения опровергли слухи о том, что в больницах региона не хватает компьютерных томографов, а врачи отказывают больным в обследовании. Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя управления здравоохранения Владимир Ли. Не так давно жители Восточно-Казахстанской области в социальных сетях жаловались на работу аппаратов компьютерной томографии и их загруженность. А некоторые и вовсе говорили об их отсутствии в больницах региона. Распространившуюся информацию прокомментировали представители областного управления здравоохранения. По их словам, информация не соответствует действительности, так как на сегодняшний день КТ-аппаратов в регионе достаточно. Поднимаются вопросы в социальных сетях о том, что не хватает КТ-аппаратов или же не проводится это обследование. Могу заверить вас о том, что КТ-аппаратов в достаточном количестве в Восточном Казахстане. При этом все КТ-обследования проводятся по назначению врача. Также, со слов жителей, попасть на обследование практически невозможно. Причиной этому являются большие очереди. Ну а если вдруг удалось попасть, то врачи отказывают больным в обследовании. Мы готовы распределять время дальше также для того, чтобы очереди не создавались при прохождении такого важного обследования, как компьютерная томография трёхи. Для сведения, в городе Ускемногорске компьютерная томография с подозрением на ковид-пневмонию проводится в онкодиспансере и в ЦМИРе. В ЦМИРе есть два КТ, один КТ работает только для детей. Экстренным больным проводится компьютерная томография в больнице Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр. Если у вас возникли вопросы или же вы остались недовольны качеством оказания медицинской помощи, можете оставить своё обращение, позвонив на телефон горячей линии Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по номеру 52-32-14. До конца года более 20 тысяч сельских жителей Восточно-Казахстанской области будут обеспечены чистой питьевой водой. Об этом сообщил Аким области Даниил Ахметов на своей странице в социальной сети. Вопрос централизованного питьевого водоснабжения в отдалённых сёлах по-прежнему актуален. В этом году в регионе в данном направлении реализуется 139 проектов. 92 из них будут завершены к концу декабря. В результате более 20 тысяч жителей села будут обеспечены чистой питьевой водой. В целом 90,5% населения области или 462 населённых пункта из 683 в настоящее время централизованно подключены к питьевой воде. К новому году блочно-модульные станции будут установлены в 51 населённом пункте с населением около 7 тысяч человек. В настоящее время продолжено 476 километров трубопроводов из запланированных 585. Все села района должны быть обеспечены чистой питьевой водой. Это одна из основных задач на ближайшие три года. Поэтому все запланированные проекты должны быть реализованы в срок, сказал Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. Стоит отметить, что для шести районов с уровнем водообеспеченности ниже среднеобластного показателя разрабатывается 28 проектов на сумму 13 миллиардов тенге. В следующем году планируется реализовать 126 проектов. Площадь Мухтара-Ауэзова не получила должного внимания и в этот юбилейный год. Как известно, имя писателя неразрывно связано с именем Абая Кунанбаева. Отметим, что площадь не раз ремонтировали. Однако результат не впечатлил. Ранее наш телеканал неоднократно транслировал материалы о текущем плачевном состоянии площади Мухтара-Ауэзова. Ситуация действительно не выдерживает критики. Работы по благоустройству не выполняются на должном уровне. В темное время суток площадь и вовсе не освещается. Установленные светильники не горят. При этом ремонт здесь был проведен всего три года назад. В мае текущего года представители ответственных органов сообщали, что площадь будет восстановлена в рамках юбилея Абая Кунанбаева. Но она так и осталась без внимания. Ведь нельзя забывать Мухтара-Ауэзова. Благодаря нему Абая узнал весь мир. Он много писал о нем. Мы никогда не должны этого забывать. Это требует уважения. Это единственное место в нашем семье, которое носит имя Мухтара-Ауэзова. Поэтому его нужно содержать в должном порядке. Памятник Мухтара-Ауэзова вообще неприглядный. Просто что-то покрасили здесь и все. А ведь благодаря Мухтару, благодаря его роману «Эпопея» в мире узнали Абабае. Очень разочаровывает отношение к памяти этого писателя. Очень некачественно здесь все сделано. Разве нельзя высадить деревья, ели? Здесь людям, живущим в многоэтажках, некуда выйти, негде отдохнуть. Эта площадь – единственное на левом берегу место, куда можно прийти с детьми. И то его не могут нормально привести в порядок. Летом здесь вообще не погуляешь. Плитку выложили. Насколько ее хватит? Очень печально. Как сообщили в отделе ЖКХ, согласно постановлению правительства, в текущем году площадь Ауэзова должна была благоустроить Западно-Казахстанская область. Однако проект так и не был реализован. Теперь, по данным отдела, подана заявка на его исполнение в следующем году в рамках программы «Дорожная карта занятости». В этом году был реконструирован постамент к памятнику. Были посажены цветники, газоны. Также проводится работа по уборке случайного мусора. Три раза в неделю они подметают данную площадь. В зимнее время они будут осуществлять вывоз снега. То есть данные работы по площади Мухтара Ауэзова у нас на особом контроле. Работу, которую здесь необходимо будет проделать, специалисты оценили в 600 миллионов тенге. Теперь главное, чтобы проект был разработан и прошел экспертизу, отмечают в коммунальном отделе. Восточно-казахстанской области задержан скотократ, похитивший 32 лошади. По данным пресс-службы областного департамента полиции, в семье владелец крестьянского хозяйства сообщил о пропаже 15 голов лошадей с вольного выпаса. В результате ему причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов тенге. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. После чего стражи порядка сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате подозреваемый в краже скота был задержан. Им оказался 47-летний местный житель, который полностью признал свою вину. В ходе расследования выяснилось, что с конца прошлого года по настоящее время мужчина похитил с территории данного крестьянского хозяйства 32 головы лошадей, рассказал начальник областного департамента полиции Сагат Мадиев. Подозреваемый, водворенный в изолятор временного содержания, в настоящее время проводится досудебное расследование. Также установлен человек, который приобрел похищенных лошадей. 52-летний горожанин купил 12 голов лошадей, 11 из которых уже продал. Руководитель городского отдела земельных отношений Кудайберген Сейлханов провел онлайн-пресс-конференцию в региональной службе коммуникации. В ходе выступления были затронуты вопросы, касающиеся земельных отношений, отвода земель под индивидуальное жилищное строительство и ряд других актуальных проблем города. Площадь территории семьи превышает 2 миллиона 787 тысяч гектаров. Согласно генеральному плану, город разделен на 10 территорий. С 2007 года по настоящее время в очереди на индивидуальное жилье стоят 24 587 человек. К четырем микрорайонам сейчас уже подведены электрические сети и водопровод. Это поселки Ушахтар, Комсомольский, Аксай и Холодный Ключ. После устранения недостатков в инфраструктуре очередникам будут предоставлены земельные участки. К некоторым передаваемым участкам водопроводная труба доходит до середины, или линия электропередач в некоторых случаях проходит по краю дома. Поэтому, рассмотрев эти недочеты, мы внесем коррективы и продолжим дальнейшую работу. Еще один из актуальных вопросов региона – это целевое использование сельскохозяйственных земель. В Сибири насчитывается около 630 крестьянских хозяйств. Установлено, что некоторые из них не используют земли по целевому назначению. На сегодняшний день проведена разъяснительная работа с теми, кто не использует земельные участки по целевому назначению. Возвращено 26 тысяч гектаров земельных участков для сельскохозяйственных целей. Все они являются пастбищными угодьями. Думаю, что эта работа будет продолжена. В ходе пресс-конференции поступили вопросы от журналистов. Относительно территории бывшие воинская часть расположены на пересечении улицы Абая и проспекта Шакарима. Этот участок занимает площадь в 4,5 гектара. В 2002 году земля была выкуплена в частную собственность. С тех пор она не раз перепродавалась. Мы два раза в суд подали. Вот это два раза в суд. Судя нас мы проиграли. Так как там новый владельец оказался. Он говорит, я не стал готовить. Сейчас в данное время с Акиматом, владельцем, разъяснительную работу ведется. Он проект сделал, 4,5 гектара. В будущем тоже как большой для обслуживания населения супермаркет. Вот этот проект у него готовый. Как стало известно, два гектара земли в поселке Комсомольский, приобретенной Алматинской компанией, были возвращены в государственную собственность. Среди предпринимателей города также встречаются случаи, когда они грубо нарушают требования и выходят за красную линию дороги. С целью устранения нарушений проводится совместная работа с прокуратурой. Сауля Байгалиева, Телеканал Семей. Наши новости вы также можете увидеть на нашем сайте семей.тв.кз. А у нас на этом все. Берегите ближнего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова